Итак, это 88-й выпуск «Артликбеза», вот примерно как эта половинка зефира и мандарин, что у меня в руке. Мы находимся в галерее «Спас», что на набережной реки Мойки, 93. И сегодня мы поговорим об искусстве, как говорят, примитивном, наивном, а может быть искренним. Как мы это все определим? Видишь, примитивные и наивные, как правило, разделяют. Есть вот это примитивное искусство людей, не умеющих писать, а есть художники, которые искусственно делают работы, несколько такими, ну вот то, что как раз принято называть наивными. Поэтому здесь очень сложно. Здесь, скорее всего, художник пытается играть на некоторых таких эмоциях, которые вызывают определенные чувства. Как правило, знаешь, молодежь это называет няшность сейчас. То есть это мило, красиво, умилительно, опять же, и там подобное. Но в этом есть, во всем, большая, серьезная работа художника. Он не просто все это так делает. Мне кажется, что выставка очень удачная. Мне нравится подход этого автора и разнообразие. Великолепно пишет в воду. 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 Вы не обиделись бы на определение, что ваша живопись женская? А, запросто. Это нормально. Это с покон, не знаю, какого века идет, со времен, наверное, Репина или Ефимовича. Есть женская, есть не женская. Вот это вот стереотипы эти, они будут все время. Поверьте мне, пока у нас все поймут, что мы едины и равны, это пройдет еще, наверное, три века. Все равно это будет у мужчин-художников. Тогда про единые и равные. Эголите, либерте, фротерните. Вот верно ли, что вы в вашей живописи уравниваете статусе, даже, может быть, человека, вещь, дерево, объект? Да, все верно. Потому что я не считаю, это пятно, еще раз говорю, я его использую для того, чтобы выдать состояние. Я его не несу конкретного человека, конкретного периода или там конкретной страны человека. Нет национальности, нет вот этого мировоззрения, что все разные, это понятно, но в моем понимании, что миру мир, как говорится, и толерантность должна быть, и она вот в этом у меня проявляется, но прежде всего, что я человек мира, я не хочу быть человеком какой-то конкретной страны, гражданином, я хочу быть человеком мира, я не хочу быть, принадлежать чему-то. Так же и мои картины, они должны быть для всех. Но как ты думаешь, существует все равно такой синдром провинциальности? Не знаю, посмотрите на меня, я не знаю. Ну, я же провинциалка, я же приехала из Красноярска, приехала в Нью-Йорк. У меня только страх есть. У меня есть страх прийти в Нью-Йоркскую галерею и сказать, что я что-то из себя представляю. Есть у меня этот страх. Там страшнее, чем здесь, на родине, потому что все зависит еще. Язык, как бы, литературный должен быть более правильный, да, ну, где-то вот стеснение оно есть. Здесь мне меньше приходится стесняться, потому что все родные, все на родном, и этот страх стирается. То есть язык, он, конечно, должен быть великолепный. А страх, который, я понимаю, ты про язык для тебя сейчас, это важно. А вот страх, преодоление художнику страха, прийти в галерею, предложить себе в галерею или ждать, когда тебя кто-то найдет или откроет? Ну, это в двойном качестве работает. То есть оно с двух сторон должно работать. Ты все равно работаешь, твой продукт, твоя история, она должна случиться. Ну, сейчас не получилось, нельзя останавливаться, нужно все время работать. И даже сейчас не взяли, нужно сотый, сто первый, идти, идти и предлагать свои работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заканчивается 2017-й нереволюционный год. Возможно, в 2018-м нас ожидает что-нибудь новенькое. А пока мы открываем новых художников, новые пространства и... И новые галереи. Вернее, это не новые галереи, это галереи одна из старейших в Санкт-Петербурге. Но просто так сложилось, что мы чаще ходили в одни и те же известные, серьезные галереи. Но надо нам обязательно обратить внимание на другие художественные пространства. И вы с вами. Бойтесь пространства, мы идем к вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok